Они выбрали профессию. Помогать попавшим в беду, порой рискуя собственной жизнью. День спасателя сегодня отмечают в России. Ровно 33 года назад был создан специальный отряд, который затем преобразован в МЧС. Со словами и благодарностями за службу и сотрудникам, и ветеранам обратился руководитель ведомства в Чувашии Валерий Зеленин. Сотрудники МЧС предотвращают трагедии и сохраняют жизни. Пожарные, спасатели, водолазы, альпинисты и многие специалисты выполняют самые сложные задачи на земле, в воздухе и под водой. Это тушение пожаров, спасение утопающих, устранение последствий непогоды, оказание помощи пострадавшим при авариях, наводнениях и других катастрофах. Поиск заблудившихся. В рядах спасателей Чувашии более полутора тысяч сотрудников МЧС, еще свыше двухсот в республиканской противопожарной службе. Вы, казалось бы, в безвыходных ситуациях не раз демонстрировали свой высочайший персонализм и спасали людей даже тогда, когда надежды на спасение уже не оставалось. Продолевая неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, выполняете служебный долг. Выдерживают не все, но каждый, кто остается в профессии и свою жизнь посвящает служению людям, достоин признания и уважения. Спасатели обладают целым рядом навыков и знаний. Они выполняют свой профессиональный долг в непростых условиях, на пределе возможностей и с риском для жизни. Упорные тренировки и современное оснащение помогают им справиться с поставленной задачей. Так, с начала этого года в Чувашии ликвидировали почти полторы тысячи пожаров. Из огня спасли больше двухсот жителей республики, в том числе и детей. С начала СВО многие спасатели встали в ряды участников спецоперации. Также они помогают в доставке гуманитарной помощи. Лучших сотрудников МЧС сегодня в торжественной обстановке отметили государственными наградами и грамотами. В пожарной охране я служу уже более 26 лет. Выбрал профессию, так как с детства мечтал помогать людям, спасать людей. Одинаковых пожаров не бывает. Каждый пожар по-своему сложный. Но на пожаре главное не терять голову. Остальное уже научили, опыт имеем. Трагические ситуации на воде в республике не уменьшаются. Там каждый год в районе 20 человек все равно тонут. Это как рыбаки, так и во время купания в летний сезон. А спасать требуется крепкое здоровье, психологическую устойчивость. Потому что зачастую работа приходится не только с телами тонущих людей производить работу, а еще и с фрагментами тела тонущих людей. Субтитры создавал DimaTorzok